В детстве Ники Пелегрино часто проводила каникулы в Италии. Эта страна произвела на писательницу настолько сильное впечатление, что действия своих романов она перенесла именно туда. Книги Ники Пелегрино, а их выпущено уже 11, переведены на многие языки мира. Но на русском издано только две – «Итальянская свадьба» и «До свидания, Рим», о которой нам расскажет библиотекарь Молодежного библиотечно-информационного центра Ольга Замотаева. Прочитав роман Ники Пелегрино «До свидания, Рим», я открыла для себя творчество известного итальянского тенора Марио Ланса, человека с большим талантом и таким же большим сердцем. Уверяю вас, я окунулась в волшебную атмосферу вечного города к середине 50-х годов, насладилась неповторимым очарованием узких каменных улочек, площадей и фонтанов, ароматами традиционной итальянской кухни – горького эспрессо, острого сушеного орегано, смолистого розмарина. В этом романе действительно все очень по-итальянски. Главная героиня, Серафина, родилась в Риме. Девушка уверена, что ее жизнь ничем не примечательна. Но у нее есть мечта – встретить Марио Ланса, знаменитого актера и певца, услышать его голос. И однажды судьба дарит ей такой шанс. Познакомившись со своим кумиром и его семьей, Серафина понимает, что жизнь, оказывается, – это не кинолента. И знаменитостям не чуждо ничто человеческое. Девушка искренне и преданно служит семье Ланса, его жене Бетти и их детям. Она восхищается этими людьми и любуется ими. На ее глазах происходят и семейные ссоры, и трогательные минуты нежности и любви, и веселые детские праздники. Серафина слышит и видит репетиции великого актера, и при этом наблюдает за его срывами, приступами отчаяния, боязнью потерять голос, борьбой с лишним весом. Казалось бы, счастливая судьба у Марио Ланса. Он знаменит на весь мир, он находится на вершине успеха, и при этом окружен любовью семьи и близких. Но богемный образ жизни и частые депрессии приводят его к большим личным и профессиональным проблемам. Жить на публику и для публики нелегко. А за блестящей мишурой известности скрывались серые будни. Взлеты и падения, слава и деньги, сплетни и интриги. Кумир нации просто не может существовать по-другому. И обо всем этом нам повествует главная героиня, судьба которой тоже оказалась непростой. Но сможет ли Серафина найти свое счастье? Или же всю свою жизнь посвятит Кумиру и его семье? Ответы вы найдете в этой книге. «До свидания, Рим» – это чудесный биографический роман. А Ники Пелегрину – весьма изобретательный автор в построении сюжета. Ей легко удается заинтересовать читателя судьбами своих героев и удерживать это читательское любопытство до последней страницы романа. Это действительно красивый роман о красивой жизни. Это история со вкусом итальянского шоколадного мороженого. Сладкого, как счастье, и немного соленого, как слезы. Ники Пелегрину лишний раз напоминает своим читателям о том, что самое дорогое и близкое, оказывается, всегда находится рядом с нами. Это те люди, которые ждут нас дома. И никакая известность не может заменить любовь и нежность этих близких людей. Потому что все это приходящее, но любовь вечно. И прочитав однажды этот роман, я надеюсь, вы вернетесь к нему вновь и вновь, спустя какое-то время. Без его голоса мы все стали сами на себя не похожи. Уборщик Антонио больше не насвистывал за работой. Шофер перестал игре выпадмигивать хорошеньким горничным. Экономка сделалась мрачной. Дни шли, новостей о Марио не было слышно. И постепенно даже Пепе начал впадать в уныние. А радость понемногу уходила с кухни. Роман Ники Пелегрино «До свидания, Рим» я рекомендую тем, кто предпочитает ностальгическое и в то же время жизнеутверждающее чтение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова